Филеримос, покрытая лесом гора на севере острова Родос, в 9 километрах от города Родос, рядом с современным елисосом. Хотя высота горы всего 270 метров, это самая высокая точка в этой части острова, поэтому на протяжении тысячелетий гора имела важное значение, независимо от того, кто властвовал на Родосе. Согласно местным мифам, в древности здесь жили легендарные тельхины, спутники или дети Посейдона, но официальная история этого места восходит к 15 веку до н.э., о чем свидетельствуют находки Минойского и Микенского времени. Три века спустя на вершине горы был возведен акрополь Дорийского города Елисос. От античной эпохи сохранился монументальный фонтан IV века, и руины храма Афины Палеады, III века до н.э. Археологические находки экспонируются в музее Родоса. В IV веке нашей эры храм Афины и расположенный недалеко от него храм Зевса были разрушены, а из полученного строительного материала построена христианская базилика. До нашего времени от нее дошел только баптистерий в форме креста. В византийскую эпоху на горе были основаны монастырь и крепость. От монастыря остались только следы, которые сейчас можно увидеть рядом с автостоянкой, а крепость сохранилась до нашего времени, но в сильно перестроенном виде. Именно в византийское время Филеримус получил свое современное название. Легенда связывает его происхождение с палестинским монахом, бежавшим от неверных с чудотворной иконой Богоматери, написанной еще и евангелистом Лукой. Звали монаха Филеримус, так стали называть и гору, а икона получила название Филеримской Божией Матери. Сейчас считается, что икона написана в константинопольских мастерских в 10-11 веках, а название горе дали монахи византийской эпохи. В 1306 году высадившиеся на Родос рыцари госпитальеры обнаружили уже устоявшийся культ Филеримской Божией Матери, который они поддержали и продолжили. Каким бы путем этот образ не достиг Родоса, несомненно, что он утвердился в сознании православных и латинян, как выдающийся символ защиты и сохранения Родоса от внешних опасностей. Вероятно, первоначальная икона находилась в небольшой византийской церкви Святого Георгия, практически вырубленной в скале и сохранившейся до сих пор. Частично сохранилась и роспись, датируемая XV веком и выполненная в необычной смешанной манере, сочетающая византийские и латинские элементы. Занявшие Филеримас рыцари госпитальеры модернизировали крепость и возвели на руинах старой базилики новый храм, куда и поместили чтимую икону. Вокруг был обустроен монастырь. После захвата Родоса турками, 2 января 1523 года рыцари покинули остров, взяв икону с собой. Больше она на Родос не возвращалась. Сейчас ее можно увидеть в Национальном музее Черногории, а на Филеримасе находится современная официальная копия. Во времена Османского ига, с 1523 по 1912 год, монастырь был заброшен, храм был разрушен, Филеримас использовался только в военных целях. В 1912 году Родос переходит к Италии. Итальянская администрация начала серию археологических и восстановительных работ. Первая проходила в период с 1916 до 1924 года под наблюдением хранителя древностей Амедиа Майюри. Был раскопан храм Афины, раскопан и восстановлен древний фонтан. Крепость была приспособлена для использования в хозяйственных целях. Следующие, на этот раз более радикальные работы, начинаются в 1931 году под руководством архитектора Родольфа Петрака. В этот период был отстроен комплекс зданий францисканского монастыря. Был восстановлен и храм, ограниченный с запада, чтобы раскрыть античное святилище. Дополнительно была построена массивная колокольня. Также проведено благоустройство прилегающей территории и оформлена монументальная входная лестница. До начала Второй мировой войны здания монастыря использовались францисканскими монахами по прямому назначению. В 1934 году был обустроен так называемый путь на Голгофу, аллеи с 14 каменными стелами с бронзовыми иконами, символизирующими путь, проделанный Иисусом Христом под тяжестью креста. В пятницу Великого Поста здесь совершалось богослужение крестного пути. В конце аллеи был установлен большой крест, видимый издалека. С началом боевых действий монахи покинули монастырь, а крест был снесен, так как был слишком заметным ориентиром для авиации. Во время войны на Филеримасе находилась артиллерийская батарея и монастырь был серьезно поврежден. После окончания войны, Родос вернулся в состав Греции. На Филеримасе были проведены восстановительные работы. Но монастырь более не функционировал. Была сделана попытка заменить католические изображения крестного пути на иконы в византийском стиле. Но это оказалось настолько чужеродным, что крестный путь восстановили в первозданном виде, а иконы перенесли на стены монастыря. В середине 90-х годов старания Миллионского клуба был снова установлен крест, но высотой 18 метров, что существенно меньше старого. Сейчас вершина Филеримаса представляет собой живописный парк с кипарисами и соснами, по которому свободно гуляют павлины. Проложена автодорога, есть автостоянка, ларек с сувенирами и кафетерий. Территория монастыря огорожена и за вход взымается плата. На огороженной территории находится также крепость, руины храма Афины и церковь Святого Георгия. Монастырская церковь иногда используется для венчания и крещений. Ее интересной особенностью является то, что с рыцарских времен в ней оборудованы два предела – православный и католический, так как Матерь Божия и Филеримская одинаково почитаются и православными и католиками. Путь на Голгофу и завершающий его крест свободны для посещения. На перекладину креста ведет лестница, однако она часто заперта. Но из обычных смотровых площадок Филеримуса открываются прекрасные виды. Местный сувенир, настойка под названием «Семь трав», изготовленная якобы по старому монастырскому рецепту. В послевоенное время на дорогах Родоса часто проводились автогонки, в том числе и на серпантине Филеримуса. У въезда на автостоянку установлен бюст Петроса Кувацаса, знаменитого автогонщика, разбившемуся на этом месте 27 июля 1963 года. «Ο Αν τον προστατεύεις αγαθή, τον καταφεύγω, τον ευκριήστη, και κρατεά σου χείρη, ανοιγάρου και κομμένα μαντολή προς Θεόν, εν κινδύνης και θλήξευσή, α, είμαι συνδεία, η κατακαπτωμένη υποφθέσμα των πολλών. Μη δε του Θεού το υψίστου, ό, δε συμπροσπίπτο μερήσε, α, συσφέρεις α, σε ως τους δούλους σου. Βέσποι να πρόσδεξε, τας δε ίσεις τον δούλος σου, και λύτρωσε ήμας από πάσης ανάγκης και θλήξεως. Την πάσα νερπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μη δε του Θεού φυλαξώ με υπό τη σκέπη σου. Εκ παντύων κινδύνων τους δούλους σου, φύλατε ευρωγημένη Θεοτόγεν, ή να σε δοξάζομαι την ελπίδα των ψυχών ημών. Τη πρεσβεία Κύριε πάντον τον Αγίο και της Θεοτόπου, τη συνειρήνη δοσύνη και ελεήσαν ημάς ως μόνος ηκτήρμα.